Шесть лет работы. Один год на написание научной статьи. Ученые с ПБГУ впервые описали все структуры черепной коробки крокодила, изучив более 70 их 3D-моделей. До сегодняшнего дня строение мозговой коробки крокодилов было мало изучено, так как возможности исследовать монолитную структуру, не повредив ее целостности, попросту не было. Вдобавок, существующая путаница в терминах затрудняла работу многим исследователям, занятых изучением эволюции крокодилов. Аспиранты с ПБГУ Иван Кузьмин вместе с коллегами из СПБГУ решили справить ситуацию с помощью компьютерной томографии и трехмерной визуализации. Это позволило без вреда для коллекционных образцов разобрать по деталям каждую кость. Получился иллюстрированный атлас черепа крокодила, самый подробный во всем мире. Пожалуй, сопоставить многочисленные данные, потому что в итоге мы изучали не только черепа, которые вы видите здесь, мы еще сканировали черепа из Москвы, из зоологического музея Санкт-Петербурга, потом очень много данных было взято с открытых источников, то есть люди тоже сканировали в США, в Великобритании, в Австралии черепа крокодилов и выкладывали их на репозитории. И в итоге выборка составляла порядка 70 черепов от эмбрионов, которые томография была прямо яйцо и внутри него скелетик крокодильчика. То есть от эмбрионов, развивающихся до вот таких вот взрослых животных, да, гигантов. И, соответственно, сопоставить этот объем данных, ничего не забыть, все правильно назвать, прочитать все там сотни литературных источников. Благодаря полученным данным может наконец разрешиться спор молекулярных биологов, которые исследуют ДНК крокодилов и палеонтологов, которые длится более 30 лет. Кто примитивнее среди ближайших предков динозавров – аллигатор или гавиал? Более древним, скажем так, кто первый отошел от общего предка. И есть данные палеонтологов и морфологов, которые базируются на изучении скелета черепа и прочего. И наша работа, вот которая планируется в дальнейшем, это, возможно, будет первое исследование, в которой именно на основании вот только скелетных данных будут показаны сходные результаты с генетическими данными. И получается, это будет разрешение вот этого длительного конфликта. Также в ходе работ удалось найти новые эволюционные признаки мозговой коробки крокодила. Результаты исследований уже опубликованы в британском научном журнале Journal of Anatomy. Однако работы предстоит еще много. В будущем планируется публикация по исследованию крокодилов из Средней Азии и их особенности строения. Роман Зубарев, Егор Карташев, Денис Сосин, Алексей Чубка, Медиа-Центр, СПБГУ.